Это программа «День с толком» в студии Анастасия Дороган. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Пока блокировка в будущем экстремистская соцсеть. Куда после блокировки Инстаграм уходят алтайские блогеры и где теперь будут продвигать бизнес? Планы не меняем. У Международного терминала Барнаульского аэропорта есть будущее. Они обычные дети. Барнаульская организация «Солнечный круг» отмечает десятилетие. Как родители детей с синдромом Дауна борются за их социализацию и чего уже добились? Более 8,5 тысяч квадратных метров и более миллиона пассажиров в год. Несмотря на санкции, в Барнауле начнут модернизировать аэропорт. Сегодня в правительстве края губернатор Виктор Томенко и генеральный директор Новопорт Холдинга подписали соглашение о реализации инвестпроекта. Подробности у Софии Яценко. Современный, комфортный и более мощный. Таким обещают сделать Барнаульский аэропорт. Губернатор края Виктор Томенко и гендиректор Новопорт Холдинга Сергей Рудаков подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта. Сама идея и наши предварительные договоренности с руководством компании появились уже давно, однако потребовали очень внимательного, скрупулезного изучения, проработки и многостадийных согласований. На реализацию проекта выделено 4 года и около 5 миллиардов рублей. Но в связи с экономической ситуацией и рядом с санкцией вложения в модернизацию аэропорта могут увеличиться. Я подписываюсь под инвестиционными обязательствами, что все, что мы сегодня подпишем, будет реализовано в срок и с соответствующим качествам, потому что это обязательство. По словам губернатора региона, объект планируют ввести в эксплуатацию к 2026 году. На месте прежнего аэропорта появится целый комплекс, который будет отвечать всем современным стандартам. Входите, кафе, регистрация, второй этаж, досмотр, зону отдыха, посадочные галереи, телетрапы. Ну то есть ничего заумного, ровно то, что видим в нормальных аэропортах и все. Если ситуация будет каким-то образом меняться, мы продолжаем оставаться в очень тесной взаимосвязи и взаимодействии. Оперативные решения специалисты и правительства, и непосредственно авиапредприятия, и, конечно, инвесторы, наших партнеров будут принимать совместно. После подписания соглашения уже в ближайшее время планируют начать реализовывать дорожную карту. Силовые структуры подключили власти края для борьбы со спекулянтами. Причина – ажиотажный спрос на товары, особенно продуктовые. В три, а где-то и в четыре раза вырос спрос на сахар, соль, крупы, подсолнечное масло. После введения санкций выросли и цены. К ажиотажному спросу торговля готова не была. Сейчас они вынуждены работать с колес. Где-то, по словам Слюсаря, запасов сахара, к примеру, хватит от силы на 2-3 дня. Других продуктов на пару месяцев. Магазины, к тому же, стали ограничивать число товаров в одни руки. К примеру, сахар, гречку, туалетную бумагу, корма для животных. Реальный эффект от санкций, по словам экспертов, будет понятен через несколько недель. Пока не дают прогнозов, какие товары реально станут дефицитом. Начало конца. С полуночи этого дня Роскомнадзор заблокировал соцсети американской компании Мета, Facebook и Instagram. Случилось это после того, как руководство Меты разрешило призывы к насилию в отношении российских военных. Позже уточнили, разрешили на территории Украины. Но Роскомнадзор запустил процесс признания компании экстремистской. Пользователи, в том числе из Алтайского края, мигрируют в другие сети и оплакивают свои бизнес-возможности. Ведь Instagram активно использовали предприниматели и блогеры для продвижения личного бренда. Что они думают теперь и что рекомендуют делать эксперты, об этом далее. Полночь, вошедшую в историю соцсетей. Сегодня Роскомнадзор после одобрения насильственных призывов руководства Меты заблокировал для россиян Facebook и Instagram. Но пользоваться мессенджерами все еще возможно. Для этого включаем VPN. Это приложение для зашифрованного подключения. Ждем прогрузку, рекламу, потому что это бесплатный VPN, а бесплатных сейчас стало намного меньше. И пользуемся. Не все будут покупать платный этот ресурс. Бесплатный – это тоже некие ограничения, это торможение скорости. Не каждый готов будет разобраться. Яника пока в Инстаграме. У нее 8 с лишним тысяч подписчиков. Но она не переставала быть и в российском ВКонтакте, куда сейчас активно мигрируют. Некоторые уходят в Телеграм, но это больше экспертный канал. Одноклассники – это, наверное, совсем такой олдскул. Может быть, начали осваивать новые соцсети. Например, ЯРУС. Говорят, что схожий функционал с Инстаграмом. Но, тем не менее, опять же, посмотрим, как будет дальше. Пока, ну вот лично у меня веры в нее сильно нет. Юлия Жуйкова тоже выбрала альтернативу и ВКонтакте. Сеть, забытая многими, перерождается на глазах. В последние дни в интернете было все – от ликования за блокировку нетолерантных мессенджеров до слез тех, кто в них продвигал бизнес. Юлия на это смотрит философски. В какой-то степени эта лживая соцсеть очень много делается именно для рейтингов, для охватов. И, наверное, мы достигли того пика, когда нас ждет всех трансформация, некое обнуление. Фейсбук – сеть абсолютно бесполезная с точки зрения продаж каких-то серьезных. Это сеть каких-то нищебродов, которые только постят и только комментируют, болтают. В отличие от Линкдина, например, от деловой сети, Фейсбук – это помойка. По мнению специалистов, Инстаграм в основном прокачивают личные бренды, поэтому много продукта из воздуха, что лично он за бизнес не считает. Людей с другой точки зрения больше. В интернете даже гуляет анкета. Укажите род деятельности и уровень заработка. Якобы данные собирает Совет блогеров при Совете Федерации, но подтверждения этому нет. Но все эти поиски и выхода кажутся странными, ведь генпрокуратура направила в суд заявление о признании метаэкстремистской организации. По мнению юриста Людмилы Шкун, произойдет это в кратчайшие сроки. Никаких котиков, никаких собачек, никаких там добрых лайков уже нельзя будет даже делать. Не только делать, но и иметь этот знак, поскольку фактически можно будет вас привлечь к ответственности, к уголовной ответственности, как вы будете уже являться распространителем этого даже знака, этой символики. Но барнаульские предприниматели не отчаиваются. Как маркетолог я понимаю, насколько обширный функционал, сколько разных каналов. Мы просто про все забыли. Мы же ушли в диджитал, ушли в инстаграм, выбрали это приоритетным направлением. Существующие сети, сервис MyTarget, Яндекс.Дзен, Пинтерест, к нему тоже советуют присмотреться. В общем, всем грустящим блогерам советуют быть гибче, приспосабливаться и, возможно, занимать первыми место под новым солнцем. Анастасия Дороган, Алексей Фризин, День с толком. Алтайский край примет 500 переселенцев из Улганской и Донецкой республик, а также Украины. Накануне было принято решение о распределении около сотни тысяч беженцев по регионам России. А вот города федерального значения – Москва, Санкт-Петербург и Севастополь – принимать беженцев не будут. Наибольшее количество переселенцев примут Краснодарский край, Крым, Воронежская, Ростовская, Белгородская области. В общей сложности более 26 тысяч человек. При расселении учитывают место проживания родственников беженцев. Однако, если численность прибывающих превысит допустимый порог, их распределят по регионам страны. Напомним, в Алтайском крае по-прежнему насчитывается 9 семей прибывших из ДНР и ЛНР. Среди них четверо детей и один пенсионер. Беженцы разместились у родственников в Первомайском, Родинском и Тогульском районах. Четыре человека уже получили материальную помощь. Это единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей. Власти края готовы оказать социальную поддержку и новым приезжим. Ведущие вузы региона готовы принять студентов, обучавшихся в Западной Европе и беженцев из Донбасса. На каких условиях и есть ли уже желающие учиться у нас? Сегодня оседает основная часть студентов в приграничных областях. Это Воронежская область, Белгородская область. На вузы этих областей как раз пришлась максимальная нагрузка. Также знаем, что сегодня до Екатеринбурга доехали уже беженцы и есть там обращения. Педагогические вузы страны на связи. Пока студентов, которых из-за русофобских настроений отчислили из учебных заведений Западной Европы и желающих учиться в нашем университете нет, как, впрочем, и беженцев. Но принять всех здесь готовы, говорит проректор. Уже получили письма от учредителя и Министерства науки и высшего образования. Ждем, когда наш региональный орган исполнительной власти, если такие обращения будут, зафиксируют и направят. Также мы сделали это непосредственно на нашем сайте, такую информацию подготовили для ребят. Мы описали те программы, на которые мы их готовы взять, в том числе с количеством бюджетных мест. Под этих ребят также мы, соответственно, продумали места в общежитии. Правда, на тех специальностях, где бюджетных мест просто нет, учиться придется платно. В Педе это лингвистика и туризм. Заняты и все бюджетные места у первокурсников. Та же история в техническом вузе. Принять беженцев и студентов из-за границы готовы уже сейчас. Бюджетные места также по возможности. С технической стороной вопросов возникнуть не должно. Должно быть, как минимум, заявление от этого студента. Дальше он должен указать, ну, если есть возможность, то дать нам те дисциплины, информацию о тех изученных дисциплинах, которые уже у него есть, с тем, чтобы мы пересчитали разницу в учебных планах и приняли. Мы давно работаем вообще с переводом студентов. Я не думаю, что здесь будет какая-то особая другая процедура. В политехе с такими студентами готовы работать и в дистанционном режиме. А в Педе для них смогут составить по необходимости индивидуальный план, чтобы закрыть, к примеру, дисциплины, которых нет в вузе. Как там стало известно, принять студентов-беженцев готовы и в классическом университете. Здесь даже открыли горячую линию по вопросам перевода. Телефон на экране. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. Освободить от комплекса налогов, сохранить действующую ставку по кредитам и предоставить льготные займы. Представители малого и среднего бизнеса края обратились к президенту с рядом предложений по поддержке предпринимательства в условиях жестких санкций. Об этом расскажет Валентина Аскерова. Проблема у айтишников где и за сколько заказывать оргтехнику сегодня стоит крайне остро. Если раньше были какие-то прайсы, на сегодняшний момент внутренний курс у всех поставщиков пересчета 140 рублей за доллар. И долларовые цены в среднем поднялись примерно на 50%. О новом оборудовании, которое придет в Россию, никто ничего сказать не может вообще. С учетом того, что производители микропроцессоров отказались поставлять их в Россию, вообще непонятно на сегодня на чем работать. Серьезные проблемы и у пищевой перерабатывающей промышленности. Так, чтобы производить социальные продукты, те же макаронные изделия, нужно импортное оборудование. Нам необходим ЗИП, который тоже сегодня будет проблема, как мы его будем покупать, где мы его будем покупать, то есть как мы будем дальше работать. У нас не решен вопрос с сырьем. То же касается расходных материалов, которые сейчас у нас, они все импортозависимые. То есть упаковка, то есть мы каждый день получаем письма. То есть повышение цен, повышение цен. Мы еще не рассмотрели вчерашнее письмо, сегодня там уже пришел шквал писем о том, что опять идет повышение. Вскрылись проблемы и в косметической отрасли. Ведь львиная доля поставок идет за границей. Так, одна из известных косметических фирм практически полностью закупается в Европе и Азии. И что будет с дальнейшими поставками, непонятно. В России практически нет. Очень маленькая доля, которую мы можем использовать. То сырье, которое мы получаем сегодня, оно пересчитывается по новому курсу. Организаторы круглого стола и бизнесмены направили обращение президенту страны с просьбой поддержать предпринимателей. Значительно снизить налоговую базу на прибыль, сохранить ставку под действующим кредитом и предоставить льготные займы предприятиям. Ведь предприниматели – это десятки миллионов людей в стране, которые сегодня нуждаются в поддержке государства. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. Десять лет. Общественная организация «Солнечный круг» отметила юбилей на Алтае. Сегодня это более ста семей, где воспитывают ребенка Дауна. Все эти годы родители боролись за право на существование своих чад. Они добивались того, чтобы такие детки могли жить полноценно в обществе. Но готово ли оно принимать таких детей, узнавала Анастасия Наборщикова. Надеть колготы в пять лет – целое испытание. Как говорит Татя, легче поджарить яичницу. По утрам девочка сама готовит родителям завтрак, из-за чего мама и папа на работу не опаздывают. А еще отвозят Тату к логопеду. Для Татьяны и Александра синдром Дауна – не приговор. Месси на площадке ходят во дворе. Да, мы вместе гуляем на площадке во дворе. Это такой экшен. Мы достаточно развиты. То есть ребенок умеет считать до 10, да, она у нас считает полностью. Или уже до 20, я сейчас… До 15 где-то нормально. До 15, нормально. Потом она знает весь алфавит, читает по слогам. Роба чинишь? Да. А она поломалась? Конечно. Да почему же? Мне кажется, целая. То есть это у нас сейчас немножко в другом направлении используется. Что там? Как лоба. Честно скажу, состоим в группе «Солнечный круг». Мы за чатом и общением там следим. И для нас любые фотографии, видео, указания на врачей, на какие-то проблемы. Это для нас всегда информация, с которой мы что-то полезное для себя обязательно берем. В этом чате больше ста семей. В каждой есть солнечный ребенок. В одной даже близнецы. Алена руководители рассказывают, единомышленники важны. Сегодня они семьями ходят в бассейн, проводят арт-терапию и отмечают праздники. Но главное для родителей – поддержка. В сообществе есть люди, которые понимают друг друга, поддерживают друг друга. И вот такая вот взаимопомощь. Ну и самая такая тоже отличительная черта, что самые лучшие специалисты по работе с синдромом Дауна – это тоже родители, у которых есть такие дети. Дуня играет в футбол два года. Силу воли она развилась здесь. И с года в год солнечный круг доказывал, что их дети такие же, как и все. Спортивный клуб «Темп» – первый и пока единственный в крае, где тренируют детей с синдромом Дауна. Программа тренировок – 80% адаптивной физкультуры и 20% футбола. Всего два десятка спортсменов. Ребятишки боялись подойти друг к другу, забивались в угол, стояли, никому не подходили. То сейчас можно видеть, что они друг с другом контактируют. Безусловно, у них улучшилась и физическая форма. Но коммуникация – это, конечно, самое главное для них. Общение дает нам понимание, что могут наши дети, чего они не могут, как их этому научить. Потому что наши ребятишки отличаются тем, что чаще всего, что ты научил ребенка, вот то он умеет. Причем это не просто научил, это тысяча повторений. Татья уже у логопеда. Ее занятия не отличаются от других. Она также играет в предлоги и читает по слогам. Сегодня мама и папа уверенно говорят – девочка готова к школе. В первый класс она пойдет, как и все, в 6 лет. Правда, выбор учебного учреждения стоит остро. Общество до сих пор не принимает таких малышей. Родители рассказывают, как здоровые взрослые выпроваживают с детской площадки и даже оскорбляют деток. Анастасия Наборщикова, Андрей Печерки. День с толком. Барнаул поделился на два мира. В одно и то же время одна половина любителей спорта отправилась на Титов-арену. Там «Динамо Алтай» завершал первенство матчами против «Кристалла». А другая направилась в спорткомплекс «Победа», где барнаульские баскетболисты играли с «Динамо» из Владивостока. Как алтайские дружины провели свои матчи, знает Дмитрий Дроздов. Из регулярного первенства уверенно в плей-офф. Хоккеисты «Динамо Алтай» завершили сезон лучше остальных и перешли в игры на вылет. В последних матчах нашим противостоял «Саратовский Кристалл». Правда, блеснуть у гостей не получилось. В первом матче барнаульцы выиграли уверенно 5-2, а во втором поединке решили создать интригу. Подарив болельщикам на трибунах овертайм и булиты. И вишенка на торте – вновь победа барнаульцев. Тренерский штаб не получил удовлетворения от этих матчей, которые должно быть перед началом пловафа. Первая игра – очень слабо начало. Не получается сыграть так, как нужно в начале матча. Сегодня более-менее начали, но я сейчас ребятам сказал, что пижонство во все времена наказывалось и будет наказываться. Пижонство, уверены все, больше не будет. Ведь началась долгожданная борьба за Кубок Федерации. Игры на вылет. Соперник – прошлогодний обидчик. Так, красноярские рыси готовы защитить свой титул. Получится ли начало серии игр 19 марта на Титов-арене? А вот баскетболисты Барнаула не смогли попасть в топ-8, а значит не смогут сыграть в плей-офф. Но на данный момент наши расположились на 10-м месте, что для дебюта весьма неплохо. Предзаключительный матч с Динамо завершился уверенной победой. У Барнаула – 100, у Динамо – 81. Пустили ситуацию с давлением, да, и мы уже понимаем, что плово для нас закрыто, и, наверное, вот это отлегло от нас. Сложно говорить что-то по этой игре, сыграли, как сказали, эффективно, все попали. Свой заключительный матч горожане проведут 16 марта. Наши примут дома Иркут. На этом баскетболисты отправятся на отдых. Дмитрий Дроздов, День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok